Вот и наступил 77 день войны. 70 больше дней назад я публиковал видео, в котором я публично пообещал Божьей Матери. Встал, посмотрел на колокольчик и обратился к Божьей Матери и сказал, Матери Божья, помоги, чтобы мама наша Люда вернулась домой, чтобы вернулись наши друзья домой, чтобы остановилась война, чтобы все остались живы, было поменьше утрат. Я тебе обещаю, Мама, Матерь Божья, подарите этот кулаком. Ну, иди встречай маму. Мы думали, что вот война быстро пройдет, как-то все урегулируется, но ничего не происходит толком, затягивается все это. И мы решили все-таки от семьи нашей поблагодарить Божьей Матери за все, что она нам дает. И я подошел к настоятелю, к отцу Игореву, моему другу, соседу, уже через стенку вот этого храма. Я говорю, какой колокол большой или три там. Он говорит, давай три. Шесть, двенадцать, двадцать килограмм. И через два часа пришел и говорит, что вот только позвонили прихожане, хотят пожертвовать пятьсот долларов. Говорит, давай, может, еще купим колокола. И я говорю, слушай, ну так давай, я объявлю в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме и всех остальных социальных своих сетях. Люди говорили, что хотят поучаствовать тоже в покупке этих колоколов, учитывая, что уже моя хорошая знакомая, благодарность из Франции тоже уже участвует в этом. Объявить о том, может кто-то захочет еще помочь, и мы купим эти колокола и повешим пять или шесть колоколов. И поэтому я хочу так сказать, друзья, кто помнит мою историю вот эту, кто хочет поучаствовать, я оставляю реквизиты и внимание, оставляю свой номер телефона. Только для мессенджеров, кто пожертвовал, кто поучаствовал в покупке колоколов на храм Божией Матери, напишите просто имена о здравии и упокоении. Я эти имена перепишу отцу Игорю и здесь будут в этом храме всегда поминать тех людей, кто поучаствовал. Поэтому, друзья, я надеюсь, что пройдет очень немного времени, и мы обязательно покажем это видео, те колокола, как они звенят и как они здесь будут висеть, и напоминать нам о присутствии Божьей Матери, о ее чудесах и, самое главное, благодарность ей, Святой, Любимой, Пречистой и Преблагословенной Богородицы.